Партнеры проекта «Скоро ГТО» – спорткомплекс «Нептун» и спорткомплекс «Спортпарк». Здравствуйте, с вами Ирина Васильева. Вы смотрите спортивный экспериментальный проект «Скоро ГТО». Наши герои Елена и Александр уже месяц готовятся к сдаче нормативов «Готов к труду и обороне». Посмотрим, как они продвигаются к своей цели. Позади месяц упорных тренировок, и наши участники уверяют – прогресс уже есть. Подтянулся живот, похудело лицо. Лисы показывают мне положительные результаты. Насколько? Ну, я уже похудела на 5 килограмм. Впечатления Александра от месяца тренировок тоже положительные, и речь идет не только о физическом состоянии. Организм ощущает увеличение силы, да, то есть сила в организме появляется. Честно говоря, эмоциональное состояние тоже гораздо улучшилось. Инструктор в этот раз удивила Елену. Всю тренировку ей придется провести вот на таком тренажере. Не топай сильно. Мягко побежали. И раз-два, 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 раз-два. Это боссу или по-другому баланс-тренер. Этот тренажер можно использовать и в аэробных тренировках, и в мягком фитнесе. Такие нагрузки помогают улучшить осанку, развить вестибулярный аппарат, а также силу, ловкость и гибкость. Ручки в стороны. И попробуй оторвать одну ножку и подержать немного. Так. Так. Отлично. Поменяй. Левая. Угу. Угу. Есть. Молодчина. Постоять. Соскочила? Еще раз попробуй. Начни сначала. Раз. Два. Держи. Лен, как у тебя дела с балансом? Все получается? Пока еще не совсем получается, но я стараюсь. У меня боссу впервые открыла для себя этот тренажер. Довольно-таки сначала мне было трудно сохранить равновесие, но в конце уже получше стало получаться. Вообще интересное занятие, мне понравилось. Как бы, ну, непростое. В 33-м году у физкультурников Советского Союза появилась своя музыка. Автором марша ГТО стал Семен Чернецкий. Его можно смело назвать самым выдающимся русским военным композитором 20-го века. Он написал более ста маршей и патриотических песен. Среди них такие произведения, как марши советских танкистов и артиллеристов. В июне 45-го Семен Чернецкий руководил сводным военным оркестром на Параде Победы. А тем временем в тренажерном зале Александр прокачивает верхний плечевой пояс. Сегодня его тренер Андрей Будняк выбрал отжимания на брусьях. Это самое сложное для нашего героя. Я думаю, что хромает у него общая выносливость. В общем-то, у него и взрывная сила хромает. То есть у него не развиты эти волокна, которые отвечают за подтягивания, то есть тяги, где участвует спина в большей части. То есть спина, общая выносливость и плечевой пояс. Партнер программы – спортивный комплекс «Нептун». Это современный спортивный клуб, расположенный в лесопарковой зоне. Обладатели клубной карты могут воспользоваться всем спектром услуг. В их распоряжении бассейн с субтропическим климатом. Два тренажерных зала с зоной «Кроссфит». Кардиозона и зал единоборств. Фитнес-тестирование поможет разработать индивидуальную программу. А после занятий можно воспользоваться массажным кабинетом. Партнеры проекта «Скоро ГТО» – спорткомплекс «Нептун» и спорткомплекс «Спортпарк». После отжиманий парни приступили к прокачке ног. Такое упражнение помогает улучшить мощность и выносливость. Это пригодится Александру в беге на 3 километра. 70 килограмм. С тебя 10 прыжков. 9. 10. Хорош. Садишься. Пятки. Не нужно отрывать. Старайся спину держать пробоватый. Вот садишь от блинов. Понял? Андрей Будняк – победитель открытого Кубка Воронежской области по бодибилдингу и фитнесу среди юнеров и в категории мужчины до 90 килограммов. Инструктор тренажерного зала в спорткомплексе «Спортпарк». Персональный тренер проводит консультации по питанию. Саша, я смотрю, ты серьезно взялся за железо. Хочешь себе мышцы нарастить? Ну, можно немножко, конечно, мышцы нарастить, но, конечно, все это все равно для физического здоровья и для сдачи нормативов ВТО. Андрей, скажи, пожалуйста, а через сколько появятся первые результаты, когда рельеф начнет появляться? У каждого по-разному. В зависимости от того, где для человека диету, потому что рельеф зависит от диеты. Ну, а физические способности, физические развития начинаются уже через недели-две. Раз. Два. Пока Александр развивает функциональность мышц, Елена капризничает и с большой неохотой выполняет задания своего инструктора. Два. Ну, и сама последние два раза сделала. И раз. И вверх, и вниз. Отлично. Ольга Иванникова. Специалист по адаптивной физической культуре. Инструктор групповых программ по фитнесу. Персональный тренер. Старший инструктор в спортивном комплексе «Нептун». Лен, у нас сегодня как бы боссу, но пресс нам в любом случае придется прокачать, да? Поэтому упражнение как бы, возможно, новое для по внешнему виду, а по физиологической нагрузке, оно остается то же самое. Мы будем работать с тобой с мышцами живота. Ну? Опять этот пресс. Ну, опять этот пресс. Тебе же сдавать? Лен, почему ты так не любишь качать пресс? Давно вот так вот не качала пресс. На первых тренировках я немного, ну, не знаю, как это назвать, перетренировалась. И потом у меня как бы долго это проходило. Но сейчас вот мы начинаем постепенно нагрузку увеличивать. Надеюсь, все будет хорошо. У нас поставлена цель, да? Мы должны будем сдавать с Еленой пресс на время. И поэтому для начала мы должны хотя бы с мертвой точки сдвинуться. И поэтому мы сейчас с ней только начали заниматься более интенсивными нагрузками. Итак, наши участники тренируются уже целый месяц. Можно подводить промежуточные итоги. Инструкторы уверены, их подопечные на правильном пути. А Александр и Елена продолжают работать, чтобы им покорились нормативы ГТО. Ну, конечно, нравится. Я же сам перед собой ставил эти цели. И сам с удовольствием шел. И с удовольствием участвовал в проекте. Конечно, я с удовольствием хожу в спортзал, занимаюсь. Наш проект набирает обороты. Участники ставят перед собой, казалось бы, на первый взгляд, нелегкие задачи. А что из этого получится, смотрите каждый четверг. Партнер проекта – спортивный комплекс «Спортпарк». Это центр для оздоровительных занятий и отдыха. Здесь есть все для тех, кто любит спорт. Теннис, сквош, тренажерный и аэробный залы. Боулинг, бильярд, а также сауна с бассейном и турбо-солярий. Профессиональные инструкторы помогут вам сделать правильный выбор и зарядят положительной энергией. Здесь созданы все условия для того, чтобы почувствовать ритм жизни.